Коллеги Армель, всем привет! У меня сейчас середина рабочего дня, самый разгар, и я столкнулась с такой ситуацией, что у меня потерялась посылка. Почему решила записать это видео? Не для того, чтобы вам пожаловаться, а наоборот, вижу, что каждый день чаты переполнены информациями, что где папки, моя посылка потерялась, а у меня пришел флакон потекший, и как можно работать, и, в общем, это изо дня в день. И я хотела бы немножечко высказать свою позицию, возможно, поменяется позиция ваша. Конечно, я не добрая фея, чтобы не видеть плохого и говорить, что все хорошо и замечательно. Конечно же, нет. Есть моменты, которые действительно требуют улучшения. Это понимаю я, это понимаете вы. Уверяю вас, это понимает и руководство компании, да, но все мы понимаем, что мы находимся на самом старте. Есть какие-то моменты, которые предусмотреть очень тяжело. Мы, находясь с вами вот на своем уровне, да, сидим и говорим, ну как же так? Неужели нельзя было предугадать рост дистрибьюторов и затарить склады? Вы знаете, это самый сложный момент просчитать, насколько возрастет товарооборот. И мы с вами, может быть, даже представить не можем, чего это стоит компании сейчас, да, своевременно затарить склады, сделать так, чтобы максимально быстро появились папки. Да, они долго отгружаются, но это моменты, которые стараются улучшить. Поверьте, ни один человек в компании не хочет оттягивать свой рост компании, прибыль компании. Ну это просто глупо и неразумно, да. Поэтому есть люди, которые над этим работают. Чем мы с вами можем помочь? Это нашими с вами пожеланиями, именно не нытьем, что как все плохо, как невозможно работать, а именно просто дать четкий фокус на картинку, что происходит в данном регионе, чтобы компания понимала, насколько где она может стать эффективнее и помочь нам. Я думаю, что с этим моментом понятно. Конечно, я сейчас могла бы тоже негативить и говорить, вот, папок и так нет, а тут еще эта посылка потерялась. И вот если бы были бы папки, я бы уже была 28%, а так я всего 25%. Можно. Вот негатив, он всегда раз в сто, наверное, сильнее притягивается, чем позитив. И если мы сейчас с вами все поймаем такую волну, подумайте, что будет с нашими партнерами. Вы, как лидер в компании или, возможно, человек, который начинает строить команду, пусть у вас два человека в команде, три, вы для них все равно вожак, вы лидер. И если вы сейчас захватите эту волну, да, как все плохо, у вас пойдет такая же волна. Вопрос, как будет расти ваш бизнес, да, куда вы будете двигаться. Я для себя в такой ситуации делаю определенные выводы, что мне, допустим, нужно заказывать не 30 папок, а 50, чтобы они у меня были всегда, да. По поводу заказов продукции. Я уже с 15 ноября говорила о том, что кто хочет своевременно обслужить клиентов, заказывайте продукцию уже в середине ноября. У меня сейчас нет проблем обслужить клиента. На моем мини-складе все есть, причем, что я уже более 30 флаконов сама продала и выручаю партнеров, обмениваюсь продуктами, потому что я что сделала? Я просто подготовилась. Я ждала этого наплыва, потому что это декабрь. Это происходит во всех компаниях, не только в Армель, да, потому что она новая и что-то здесь не отлажено. Даже в мировых компаниях-гигантах бывает задержка, пришли мятые коробки, потерялась. Да, это бывает реже, но это все равно бывает. Мастерство требует от точки в любом деле, какой бы мы с вами ни взяли. Поэтому всегда в жизни есть две позиции. Позиция лидера и позиция нытика. Позиция, что мне все должны и позиция кого-то либо обвинить. Вот виноваты все, но не я. Виновата компания, виновата почта, виновата спонсор, а я такой замечательный. Есть лидерская позиция, есть другое отношение к ситуации. Как я могу повлиять в этой ситуации на положение дел? Вот мне нравится больше лидерская позиция. Негатив мы успеем с вами поймать всегда. А вот быть лидером в любой ситуации, это не всегда легко. Но поверьте, кто умеет выработать такую позицию, этот человек все равно достигает успеха. И вспоминаю кучу историй, когда компании с мировым именем приходили на рынок. Как было сложно завоевывать, какие проблемы были с доставкой. Но эти люди сейчас долларовые миллионеры. Почему? Потому что они просто не бросили то, что начали. Они не опустили руки. Они брали дальше и делали. И такая возможность есть у нас с вами. Я просто отношусь ко всему немножечко проще с юмором. Хотя тоже внутри есть переживания, есть недовольство. Но по мне их просто не видно. И просто компания нам устраивает небольшой отдых. Представьте, все те люди, которые сейчас у вас ждут, они сработают в январе. Вот в январе после 7-го числа работа у вас будет через края. Поэтому сейчас отдохните. Наберитесь заряда позитива. Друзья, до Нового года остается всего 5 дней. Эти дни должны быть волшебные, позитивные. Мы должны дарить какое-то добро, какую-то сказку. Подумайте, уделите сейчас внимание больше, я не знаю, детям, близким. Будьте на позитиве, оставайтесь лидерами. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. А сама поехала на почту искать свою посылку. Всем удачи, с вами была Лиза Селезнева. Всем пока-пока, до связи. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.